Музыка Музыка Рассмотрим некоторые из них. Вот портрет Рюрика, первого князя Русичей. Время его княжения относится к IX веку. По имени этого князя первая династия правителей Руси стала называться династией Рюриковичей. Великая княгиня Ольга правила Древней Русью в середине X века. Она почитается как святая и равноапостольная, поскольку приняла христианство еще до крещения Руси. Внук княгини Ольги – великий святой князь Владимир, креститель Руси. Совершенное князем Владимиром в 988 году принятие в Древней Руси христианства как государственной религии стало важнейшим событием для истории и культуры русского народа. Князь Юрий Долгорукий оставил о себе память как основатель Москвы, о чем свидетельствует упоминание в летописи по 1147 годам. Святой князь Александр Невский – знаменитый русский полководец XIII века. С его именем связана победа русских войск над немецкими рыцарями на Чудском озере. Среди правителей – родоначальник московской линии Рюриковичей князь Даниил Александрович. Он правил на рубеже XIII и XIV веков. Сын Даниила Александровича – князь Иван Калита. В состав его владений входило и подмосковное село Коломенское. Оно впервые упоминается в завещании Ивана Калиты, написанном в 1336 году. Победитель в Куликовской битве 1380 года с монголо-татарами – великий князь Дмитрий Донской. Возвращаясь с Куликова поля, он останавливался в Коломенском перед торжественным вступлением в Москву. Великий князь Василий III превратил свою загородную водчину Коломенское в постоянную летнюю резиденцию. По его повелению, здесь в 1532 году была возведена Церковь Вознесения Господня. Она построена в честь рождения долгожданного наследника престола – Ивана IV, будущего царя Ивана Грозного. Иван Грозный – первый государь, носивший царский титул. Родоначальник новой династии российских государей Михаил Федорович Романов вступил на престол в 1613 году. Его сын, царь Алексей Михайлович, правил с 1645 по 1676 годы. По повелению Алексея Михайловича, в подмосковной царской резиденции Коломенское был возведен деревянный дворец, названный современниками «Восьмым чудом света». Младший сын царя Алексея Михайловича, великий преобразователь России, император Петр I, любил посещать Коломенское. Здесь он провел детские и юношеские годы. Здесь в 1709 году торжественно отмечал победу в Полтавской гитре. Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, родилась в Коломенском дворце. Последняя царствующая особа, портрет которой помещен на шкафчике секретерия, императрица Екатерина II. За время своего правления, а она правила с 1762 по 1796 годы, государь и нечасто бывала в Коломенском. Для Екатерины II в Коломенском был построен летний дворец по проекту архитектора Макулова. Под портретом сына Екатерины II, будущего императора Павла I, выполнена надпись, в которой он назван Великим Князем. Дети Павла I, Александр и Константин, изображены в юном возрасте. Александр взойдет на Российский престол в 1801 году. Он прославится как победитель Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Таким образом, время изготовления шкафчика приходится на время правления Екатерины II. С заказчицей этого уникального предмета могла выступить и сама императрица, желая наглядно показать преемственность государственной власти от Рюриковичей к Романовым. Изобразительным материалом для портретов стали изображения русских великих князей и царей из титулярника, рукописные книги 1672 года с портретами правителей России. Известно, что Екатерина II проявляла особый интерес к холмогорскому ковторезному промыслу. Она лично заказывала резчикам портретные изображения русских правителей. Резные по кости портреты имелись в галерее драгоценностей императорского эрмитажа. Зафиксировано, что личные вещи Екатерины II хранились в двух холмогорских ларцах. Костяные изделия получили широкое распространение среди высшего дворянства. В качестве памятных подарков они вручались важным особам. Холмогоры в XVIII веке по праву считались центром русского костарезного искусства. Изделия холмогорцев отличаются техническим совершенством, абсолютным художественным вкусом, вариациями формы сюжетов. Разнообразные технические приемы резчиков. Это рельефная резьба по кости с моделировкой выпуклого изображения. Резьба сквозная с проработкой рельефной поверхности. Применялась и гравировка. При этом углубленные линии окрашивались красками, контрастными по отношению к цвету кости. Резчики стремились использовать всю поверхность шкафчика. Портреты правителей окружают орнамент с ракайными завитками, изображениями птиц, животных, сцен охоты. При поступлении в музей шкафчик имел плохую сохранность. В течение 11 лет опытные московские реставраторы провели сложную, кропотливую работу, восполняя из кости некоторые утраченные портреты. Реставрировались слюда, бумага, ткань, укреплялась деревянная конструкция шкафчика. После завершения реставрации музей имеет возможность представить посетителям уникальный предмет русского искусства. Редактор субтитров А.Семкин